Продолжу свой рассказ об экспедиции по старой смоленской дороге. Именно экспедиции, поскольку нашей целью было найти остатки затерявшейся среди смоленских лесов некогда одной из заживленных транспортных магистралей России. На эти поиски мы отправлялись два раза – в декабре 2020 года и в июль 2021 года. Если зимой было холодно и мокро, то летом мы зажгли по полной. Второй лимит. Третий. Воды. Конечно. Третий. Третий. Воды. Воды. Субтитры создавал DimaTorzok В предыдущий день нам удалось пройти около 70 километров по старой смоленской дороге Как по ее асфальтовым участкам, так и по глухим полузабытым колеям Заночевали мы рядом с дорогой, у речки Веца, у небольшого пруда Как вы, наверное, поняли, события этого дня развивались драматически Но утром мы об этом еще не знали Все-таки Выкладываем Проснулись поздно, и утро началось с аппетитного завтрака Предыдущий день выдался достаточно насыщенным Особенно в попытке пробиться по заваленному упавшими деревьями участку в районе Уваровки Субтитры создавал DimaTorzok Вышли на тракт Дорога хорошо видна Широкая просека среди густого леса Поваленные деревья встречаются, но их немного Явно, что на этом участке дорогой пользовались гораздо дольше, чем на предыдущих Но травы много, и среди нее легко не замесить поваленное дерево Поэтому едем очень аккуратно Ну смотри, такой прям широкий Конечно А вот смотри А тут видишь газ Хотя, возможно, это газ прокладывали Газ прокладывали, да Сел на бревно Сейчас Леха меня назад попробует Прошли от стоянки чуть меньше километра И вышли на вырубку под лэп Все завалено остатками деревьев И тут, 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 там огромные ямы Пришлось Артему идти вперед и разведывать дорогу А я поехал по его следам Объезжаю, да? Да За лэп снова пошла относительно прямая дорога Правда, тут уже грунт местами вязкий Низина В какой-то момент отвлекся И машина передним колесом провалилась в яму Решили сдуть шины Грунт слабый, но накачанных колес к машине уже не едет Решили сзади Решили сзади Да, ну, здесь, там не ехали А где-то, там? Еще через километра полтора вышли на поляну, бывшую вырубку. Тут стало интереснее, местность заболочена, да при этом из земли торчат остатки спиленных деревьев. Огромные толстые пни в густой траве. Настоящее минное поле для машин. По прямой не пройти, дорога теряется в топком болоте. Пришлось искать объезды. На нашем треке видно, как нам пришлось объезжать это топкое место. Каких-то метров 200 проходили около получаса. То тут, то там либо пни, либо болотная жижа. Вот, потеряли кусок выхлопной трубы. Здесь все в каких-то пнях. Машина опять у меня села. Так, ты сейчас переедешь, Леш, и дернем обратно Тойоту. Ну, давай, дернем, я просто хочу сразу, может, куда-то в другое место. Вот, есть предложение, у меня сразу идти туда. Сейчас я посмотрю на всякий случай, на людей, вот тот лес после поляны. И вот нам его надо по левой части вот так вот должна лепка уходить туда, вроде как. А, вот тут еще лежит одна. Вот во что я влепался, блин. Слушай, ну меня надо назад будет вытащить. Срезать вот эту вот березу назад. И вот тут ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Объехали сложное место и вернулись на дорогу. Но дальше все завалено громадными стволами с осен. Решили сходить на разведку пешком. Че там, болото? Прям болото, болото. Вот, вот вода. Вот здесь он туда уходит. Тут нам с вами крутим болелом. Блин. Вон туда надо, сейчас на сюда уходить. А вот она, да, дорога-то старая? Да. Вот, видишь, наша опора такая. Ну да, это, конечно, не пройдешь. Потому что это явно опора какие-то, моста или что-то такого. И вот она дальше пошла, вот она. Вот эта просека, про которую я говорил. И вот эта просека, там буквально метров через 500-600, наверное, выходит на поля уже. Буквально метров через 100 дорога уходит вброд через разлившийся ручей. Следы видны, но очень глубоко. И самое неприятное, что дно очень вязкое, болото. Ходом точно не пройти. Да и на лебедке будет непросто. Нет, оно, конечно, есть соблазн, что телекузики без дела с тобой ездят. Ну, хочешь, одень для верности. Прощупать? А вы меня там вытащите, если что? Ну, вытащим удлинителями. Здесь. Ну, мы реально с вами до ночи тут просидим, и мы с общей не утопим. Приняли решение развернуться и обойти это место. Давайте снова погрузимся в историю. О событиях Отечественной войны 1812 года я рассказывал в первой части фильма. Война 1812 года дважды прокатилась по старой смоленской дороге, оставляя по пути следования армии пожары, разгромы, разорения. Были уничтожены верстовые столбы, сожжены почтовые станции, взорваны мосты и гати. Местами полотно дороги превратилось в болото. Разрушены города и деревни. Да и население губернии в целом заметно сократилось, что не могло не отразиться на темпах восстановления территории. На фрагменте подробной карты 1780-1790 годов прослеживается старая смоленская дорога и окрестные деревни. При отступлении большинство из них было опустошено. Прошли столетия, и снова нелегкие испытания выпали на места, через которые проходила старая смоленская дорога. Один из ударов немцев в годы Великой Отечественной войны пришелся на это направление. Если взглянуть на довоенную карту участка дороги, по которой мы ехали, то на ней хорошо видна и сама старая смоленская дорога, и огромное количество деревень в округе. Сейчас от них не осталось и следа. Чуть западнее Вязьмы в 1941 году в ходе наступления немцев части Красной Армии попали в окружение. Четыре армии оказались в Вязьмском котле. Потери убитыми и ранеными Красной Армии превысили 380 тысяч человек, а в плен попало свыше 600 тысяч человек. Но и гитлеровцы тоже навсегда запомнили Вязьму 1941 года, потому что эта победа досталась им дорогой ценой. На обеспечение кольца окружением было стянуто десятки германских дивизий. За две недели боев они потеряли убитыми и ранеными порядка 300 тысяч человек. Заглох совсем? Конечно, массу будет. Горячее все такое. А масса? Ну, она не отвалилась, но висит прямо на сопле. И вон он, дай выключить. Ух ты, юбки! Отвалилась там. Что? А давай отключим плюс первым делом. А потом уже... А тебе задний тоже надо отрубить? Да, задний тоже надо отрубить. У тебя еще один? Клемма или есть, Лех? Тот. Сейчас пойду я посмотрю клемму. Скрепы несем, уверенно. Поджигаем. 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 Как оказалось, по непонятным причинам перестал работать выключатель массы на ОАЗе. После того, как это выяснили, мы не сделали ничего лучше, чем просто повесить провод массы напрямую на клемму аккумулятора. На тот момент мы даже не предполагали, что сгоревший выключатель лишь подал нам знак о том, что есть проблема куда серьезнее. И она не заставила себя ждать. Субтитры создавал DimaTorzok Все произошло очень быстро. УАЗ снова заглох. Из-под капота повалил дым. Несколько секунд ушло на то, чтобы Артем достал днетушитель и побежал на помощь Алексею. Я взял камеру, но когда подбежал к УАЗу, понял, что дела совсем плохие. Пламя полыхало под капотом. Помятуя о том, что у Лехи раньше еще капал бензин с карбюратора, я был уверен, что машина взорвется. Тойота стояла очень близко, я тут же бросился назад, чтобы отогнать ее подальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй дымит. Леш, воды! Столько-то воды есть. Вон она, мне кизайна попал. Да я тут не смог, допустим. Ле, ключи. Прошел, выехай. К счастью, карбюратор Леха починил. Бензин не капал. Огорел утеплитель капота. Потушили водой. Огнетушитель не сработал. Точнее, сломали пластиковый рычаг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что, интересно, у него коротыши, провода пошли плавиться и коротнули, наверное. Так, задняя у тебя целая, да, аккумулятор? Ну, он задумился. Тоже задумился? Да, о чем что говорит, что явно коротыш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, болт улетел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже позже выяснилось, что открутился порог, и он перетер оплетку провода, идущего на задний аккумулятор. И на кочках периодически коротил. И, видимо, в какой-то момент от короткого замыкания загорелся подкапотный утеплитель. Я пойду сейчас провода посмотрю. Вон стяжка. Давай вот сюда крепить, что ли, как-то. Здесь нам-то понечего, чтобы провода достались. О, нет, вот он. Вот, который я тебе, вот он, вот сюда прям. Вот, да. Мне кажется, вот мы же все-таки оставили, у тебя не искрило. То есть это именно от тряски чего-то у тебя происходило. Он не мог у тебя вот замкнуть на этом реле, просто если он болтался на что-нибудь, на котором соседней. Да, он только вовремя лебедки задействовал. Как он замкнет? А, это КПФ-1? Это питание лебедки, да. Вот эти как-то заводить. Так, ты с какой стороны хочешь заводить? Ну, давай вот. Вот так вот посол. Неожиданно тактильная форма была, и поэтому я рука... Ну, давай, Лёх, что-то пробуй. Свет горит, что-то у него. А? Как и надо, свет выключи. Поворотник выключи правый. Не, ну, это что-то колотнуло, значит, как горит. Нам удалось завести машину. Раньше у вас Алексея мы называли Ихтиандр. Дело в том, что еще лет 12 назад, путешествуя по Северному Уралу, мы утопили у вас по крышу в горной реке. Но смогли его достать и пройти сложный маршрут. Теперь к Ихтиандру добавилась птица Феникс, которая в огне не горит. Сунул бутылку на лес, чтобы она, главное, затягивалась до уровня антифриза, и все. А, это зачем тут? А, это просто так? Нет, просто нет. Это он до провода туда завел еще. А, конечно, чтобы антифриз коротил. Вдруг до искренней дойдет? Пробую, Лёх. Или мы сразу пробуем и едем? Нет, вот открыт. Мы даже не стали пробовать снимать ополовившийся аккумулятор. Прикрепили задний аккумулятор на кенгурятник. Так и поехали. Продолжение следует... К сожалению, мы не прошли маршрут. Зимой мы пробовали зайти еще в паре мест в районе деревни Теплуха и деревни Федоровская. Места очень интересные как с точки зрения внедорожного маршрута, так и в плане истории. Мы обязательно попытаемся пройти маршрут до конца. И я, конечно же, расскажу об этом. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, берегите себя и технику. И всем удачи в Недорог. И всем удачи в Недорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...